МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами студии общественного Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. За нарушение противопожарного режима составлено 20 протоколов. Число ВИЧ, инфицированных в Саянске, растет. Накануне Дня химика, чествуют работников градообразующего предприятия. Студенты химико-технологического техникума поздравили работников музеев города с профессиональным праздником. Руководители акционерного общества Саянс-Химпласт приняли участие в спортивном трейбуре. Практически ежедневно сотрудники МЧС проводят рейдовые мероприятия в лесных массивах и садово-дачных кооперативах. С начала пожароопасного периода уже составлено более 20 протоколов, а нарушители правил пожарной безопасности привлечены к административной ответственности. В субботу десант сотрудников МЧС высадился в одном из дачных кооперативов для того, чтобы проверить противопожарное состояние участков и правила соблюдения мер пожарной безопасности. Как пояснили спасатели, проверки инициировали по причине участившихся случаев возгорания в садовых обществах, ростом числа пожаров и гибели людей. Данное рейдовое мероприятие проводится при использовании технических средств, в частности, нами применяются квадрокоптеры для фиксации правонарушений. Всего с начала пожароопасного периода, с 15 апреля, на территории Саян-Земинского региона к административной ответственности у нас привлечено 15 граждан и 3 должностных лица. Все привлечены в виде штрафа от 2000 рублей. В ходе рейда по дачным кооперативам был задействован беспилотный летательный аппарат «Квадрокоптер». Свою помощью фиксировали участки, где горят костры и сжигают прошлогодний мусор, чтобы инспекторы шли адресно, не тратя время на поиски жилых участков. В отделном зонодействии для рассмотрения поступило 20 материалов от сотрудников полиции за нарушения, выявленные в условиях действующего особого противопожарного режима. Крайние моменты привлечения к административной ответственности и выявленные нарушения у нас были зафиксированы в эти выходные на садоводство с применением квадрокоптера. По данным спасателей, у нас в обществе достаточно низкая культура пожарной безопасности. Дачники зачастую не знают элементарных требований, поэтому пожарные совместно с полицейскими проводят точечную работу, которая приносит результаты. Подобные проверки будут проходить до окончания пожароопасного периода. К таким рейдам огнеборцы привлекают полицейских, волонтеров и представителей городской администрации. Подведение итогов, обсуждение планов на будущее и праздничные концерты. В преддверии празднования Дня Химика на Саянс-Химпласте проходят торжественные встречи в подразделениях предприятия. Вручение заслуженных почетных грамот и благодарственных писем, добрые пожелания и прекрасные музыкальные номера в юбилейной для предприятия гос. встречи, что по доброй традиции в канун Дня Химика проходит в коллективах завода, становятся особенно значимыми, ведь это время подведения итогов и планов на будущее. Всего в коллективах будет проведено 18 собраний, из них 10 с праздничными концертами. Коллектив производства ПВХ, он подходит к нашему профессиональному празднику с очень достойными результатами. Несмотря на то, что мы в прошлом году, наверное, продолжали преодолевать те проблемы, которые были связаны с простоем 2016 года, мы сохранили, сумели сохранить, наверное, самое важное, самое главное для нас, мы сохранили рынок сбыток как ауэстической соды, так и полиумиклорида. При этом, сохранив одно из главных наших достояний, это очень высокое и с такой высокой надежностью, высокое качество Саянского полиумиклорида. Работа на перспективы, совершенствование технологических процессов, техническое перевооружение, модернизация оборудования, реализация глобального проекта по строительству установки получения собственного этилена, одно из ведущих химических предприятий страны имеет отличное будущее, слаженная же работа завода возможна благодаря коллективу профессионалов Саянским пласта. Процветание города напрямую зависит от процветания Саянским пласта, и поэтому наша задача, чтобы наше будущее поколение жило хорошо, это в первую очередь, чтобы процветал Саянский пласт. На заводчанам просто здоровье, терпение, еще раз терпение, семьям благополучие, детям здоровье, любите друг друга. Умение работать в команде и отлично справляться с поставленными задачами, и профессионализм помножены на верность своему призыванию. В юбилейный для Саянского пласта год хочется верить, что новый виток его развития только начинается. Число ВИЧ-инфицированных в Саянске ежегодно растет. Так, по данным медиков, на 1 мая 2018 года в городе зарегистрировано 1012 случаев этого заболевания. По данным медиков, Иркутская область стала лидером среди наиболее пораженных ВИЧ-регионов России. В Приангаре на 100 тысяч населения приходится 1500 инфицированных ВИЧ. Только в Саянске по результатам за 2018 год выявлено более 1000 случаев зарегистрированной ВИЧ-инфекции. В городе Саянске увеличится количество ВИЧ-инфицированных лиц. В настоящий момент у нас стал превалировать половой путь передачи. Если раньше это был инъекционный, то есть через инъекции, то сейчас начинается полы. Лица, которые заражены ВИЧ-инфекцией, приверженность к лечению у некоторых очень низкая, поэтому продолжительность жизни тоже сокращается у этих лиц. В городе Саянске зарегистрировано 1012 человек ВИЧ-инфицированных. Из них в возрасте от 15 до 29 лет 592 человека. То есть каждый девятый молодой человек в городе Саянске заражен ВИЧ-инфекцией. В конце недели представители областного центра совместно с Саянскими медиками на городской площади планируют провести тестирование и консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции для населения. В настоящий момент уровень лечения пациентов настолько высок, что люди, принимающие лекарственную терапию, могут проживать достаточно длительный срок и ни в чем себе не ограничить, и не ущемлять свой жизненный уровень. То есть лечение абсолютно бесплатно, только необходимо регулярно наблюдаться в спеццентре, ну и принимать лекарственную терапию. По мнению врачей, каждый взрослый человек должен знать свой ВИЧ-статус. Сделать это можно бесплатно при желании анонимно в городской больнице, а также на акциях по массовому и анонимному тестированию. Медики надеются, что организуемое ими масштабное мероприятие поможет затормозить дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции не только в городе, но и в Иркутской области. 18 мая во всем мире отмечали Международный день музеев. Целью организации этого замечательного праздника стало привлечение внимания к проблемам сохранения музейных ценностей и увеличение возможности доступа обычных людей к знакомству с культурным достоянием. 18 мая во всех странах мира отметили свой профессиональный праздник работники музеев. Несмотря на свою молодость, Стоянск обладает одним из самых известных в Иркутской области выставочных комплексов – городской картинной галереей, которая в прошлом году отметила 25-летний юбилей. Сегодня в фондах галереи более 3000 единиц хранения, и это только живопись. У нас произведения очень известных художников средней полосы России, у нас великолепная коллекция художников, иркутских художников. У нас представлены, наверное, почти все художники, заканчивая 90-ми годами, у нас очень хорошо они представлены. В фондах Саянской галереи хранятся полотна знаменитой художницы Галины Новиковой. Эта коллекция – вторая под численности после областного музея. Ежегодно выставочный зал посещает несколько тысяч человек. Здесь проходит порядка 25 тематических выставок. Популярность наша очень высока, очень многие иркутские художники, саянские художники, из области художники, они хотят выставиться в наших стенах, поэтому у нас довольно-таки плотный график. Кроме известных мастеров, в галерее организуют выставки детского творчества, выставляют работы народных умельцев, поделки педагогов, ветеранов, пенсионеров, инвалидов. Направление работы специалистов галереи – это научно-исследовательская и просветительская деятельность. Здесь проходят встречи с творческими людьми, музейные уроки, лекции, мастер-классы. Профессиональный праздник для специалистов Саянской галереи – еще один повод поговорить с горожанами об искусстве, о том вечном, что украшает жизнь, наполняет ее новым смыслом. Посещение музея всегда облагораживает человека, просвещает его. Пользуясь случаем, я хочу поздравить своих коллег в музейно-выставочном комплексе, хочу поздравить всех своих коллег в Иркутске, в Иркутской области, во всем мире. С этим праздником пожелать всем крепкого здоровья, спокойной, благотворной работы. Живопись – это жизнь во всех ее проявлениях. Живописцы переносят зрительные образы, мысли, чувства, настроения посредством нанесения красок на холст. Живопись – это след самой жизни, который может оставить не только человек, но и сама природа, частью которой он является. Это и время, прошедшее, настоящее и будущее. В Иркутске прошел конкурс «Родителями не рождаются, родителями становятся». Более 70 команд из городов области приняли участие в этом мероприятии. Традиционным стало проведение в областном центре конкурса «Родителями не рождаются, родителями становятся». Данное мероприятие проводится в целях совершенствования форм по семейному воспитанию и создания благоприятного эмоционально-психологического климата в семье. Впервые в этом году в конкурсе приняли участие педагоги и родители детского сада «Дюймовочка». Конкурс был организован областным советом женщин при поддержке Министерства образования Иркутской области, Министерства по молодежной политике Иркутской области. Конкурсные работы участников также оценивали специально созданные комиссии из числа педагогов Иркутского педагогического университета и представителей областного совета женщин. В этом году в конкурсе приняли участие самые активные творческие родители, а также воспитанники детских образовательных учреждений. Все они участвуют в жизнедеятельности сада, а большинство взрослых являются членами и представителями родительского комитета, помощниками педагогов в организации воспитательных мероприятий. «Когда в нашей семье появился первенец Никита, я много раз слышала о других родителях, о том, что жизнь, она становится вокруг ребенка, нет других интересов, все только направлено на воспитание детей. У нас все стало наоборот, то есть все, чем мы не занимались раньше, что мы не умели, не пробовали, благодаря ребенку мы этому научились. Мало того, что мы стали как весы, то есть увлечение ребенка, они также для нас важны, как увлечение родителей для детей». Цель, которую преследует организатор мероприятия, это создание благоприятного эмоционально-психологического климата в семье, выявление талантливых родителей и повышение престижа мам и пап. Большую помощь и поддержку в подготовке материала оказали педагоги детского сада «Дюймовочка» и психологи. «Стал просто вопрос, какую же семью отправить на этот конкурс, и мы вот все-таки приняли решение, какая семья поедет, мы оказывали им всяческую поддержку в подготовке материалов, они очень подошли к творческим выполнению вообще всех предложенных материалов. И когда заявка была отправлена, конкурсные материалы были отправлены, мы ждали с нетерпением результатов, звонили постоянно в Иркутск и ждали, когда же вот-вот результаты придут». Невозможно переоценить важность семьи в жизни каждого человека. Именно семья не только дает любовь и защищенность, но и учит взаимодействию, взаимоуважению и пониманию, закладывать ценности, которые держит человека в течение всей его жизни. При подведении итогов жюри конкурса единогласно признали лучшую работу саянской команды, ей стала семья Трошковых. С каждым годом в стране развиваются традиции некогда очень популярного в Советском Союзе движения ГТО. Обладатель знака отличия ГТО – это сегодня звучит гордо. Саянским старшеклассникам были вручены бронзовые, серебряные и золотые знаки. Золотой знак отличия – Матвей Витальевич Купавцев. Торжественное вручение знаков отличия ГТО школьникам, успешно выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоялось на минувшей неделе. Юным саянцам вручены бронзовые, серебряные и золотые знаки отличия. Я иду по военной линии, и мне это в армию пригодится, и мне приятно, и люблю спорт, мне нравится. Для достижения своей же цели ты ставишь перед собой сдачу и пытаешься достичь ее, и также идут баллы к экзаменам, и возможность поступить куда-нибудь более возрастает. В городе на высоком уровне налажена работа по подготовке к сдаче норм ГТО, было отмечено на встрече. Обладатели знаков ГТО отличают замечательное качество, трудолюбие, целеустремленность, настойчивость, достижение цели, неудержимая энергия и вера в свои силы. Минувшую пятницу специалистов Саянской картинной галереи поздравили с профессиональным праздником их добрые друзья – студенты химико-технологического техникума. Они подготовили для работников музея небольшой концертный номер и добрые слова благодарности и любви. Наслаждаться жизнью красотой! Поздравляем и желаем вдохновения! Во всех делах с теми, праздник открывает мир новой эстетики, соединяющий абстракцию с конкретикой. В день профессионального праздника работников музеев специалистов ГКГ пришли поздравить студенты Саянского химико-технологического техникума. Сегодня мы пришли поздравить картинную галерею с Международным днём музеев, с ребятами, так как мы сотрудничаем с картинной галереей. Они приходят к нам с мероприятиями. Мы часто к ним приходим в картинную галерею, когда какие-то новые выставки у них, либо просмотр презентаций. Специалистов картинной галереи и студентов техникума связывает давняя дружба. Молодые люди приходят сюда на открытие персональных и тематических выставок, на просветительские лекции, на экскурсии. Мы готовились тщательно, так как сегодня день картины в галереи. Я люблю посещать данную картинную галерею, мне интересует живопись. Мы решили поздравить нашим коллективам, поскольку мы сотрудничаем. В этот довольно холодный ветреный день сердца всех участников мероприятия согревали тёплые слова благодарности и добрые пожелания виновникам торжества. Руководители подразделений Акционерного общества «Саянский пласт» состязались меткости и ловкости на спортивных соревнованиях «Химпластовская троеборья». За турниром наблюдала и наша съёмочная группа. В рамках проведения мероприятий, посвящённых празднованию 50-летнего юбилея химического предприятия, состоялась традиционная «Химпластовская троеборья» среди руководителей предприятия «Саянский пласт». Состязание включило в себя такие соревновательные этапы, как стрельба из пневматической винтовки, дартс и городки. Руководителей несколько побольше стало. Что значит, можно сделать выводы, что нравится нашим руководителям участие в спортивных соревнованиях, поддержание себя в хорошей форме, здоровый образ жизни. Спортивные соревнования, они как-то сближают, людей объединяют. И дух такого спортивного соперничества здесь сегодня присутствует. Это очень хорошо. Я пока ещё делаю первый подход в стрельбе, но я люблю пострелять. Прекрасному настроению участников состязания не помешала даже довольно прохладная погода. Вообще на «Саянском пласте» приветствуется здоровый образ жизни, а спортивное достижение трудового коллектива является лучшим показателем здоровья, оптимизма и неизгибаемого спортивного духа сотрудников, которые работают лучше, и идеи у них больше, и настроение всегда на высоте. Мы на производстве, руководители, так не встречаемся и не общаемся, как здесь. А здесь и болеем друг за другом, и переживаем, и поддерживаем. Так, естественно, у нас уже такой интерес спортивный. В преддверии Дня химика среди работников «Саянском пласте» также будут проведены соревнования по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису. За 10 дней до наступления лета жителям многих российских регионов пришлось удивляться капризам погоды. Сильные порывы ветра, похолодание и снег утепляться в экстренном порядке пришлось и саянцам. А снег идет, а снег идет, ложится белой пеленой на зеленую траву, благоухающие цветы и головы прохожих, которые зябко кутаются в плащи и куртки. Капризам погоды сибиряков, конечно, не удивишь, потому 21 мая стал лишь еще одним днем в ожидании лета. Температура воздуха в майский понедельник составила лишь 6 градусов тепла, низкие температуры продержатся еще несколько дней. Проблема в том, что в городе уже отключили отопление, в квартирах весьма прохладно, так что согревается кто как может. Лет 5 назад, я помню, 17 мая день рождения, и выпал снег, тоже тепло-тепло резко. А так обычно в это время, мне кажется, уже тепло. Погодка холодная, настроения нету, соответственно. В конце мая хочу, чтобы было жарче, чем сейчас. Погода плохая. О том, что в Приангаре могут вернуться холода, предупреждали синоптики и службы МЧС. Осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильные паровые ветра за 10 дней до лета никого не обрадовали, особенно дачников. По мнению синоптиков, происходящее в целом не выбивается из климатической нормы. Подобное регистрировалось неоднократно. Скажем, в 2010 году снег порадовал 20 мая, в 2016 году – 19 мая, а в далеком 1949-м зима временно наступила 29 мая. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Всего вам доброго. До свидания.